Я помню, как думала, что хотела бы быть такой же сильной, как она, Лора Уитмор признает, что она, никогда не будет в порядке, после смерти Кэролы Энфлэг, и говорит, что самоубийство подруги, напугало меня Хозяин острова любви Лора Уитмор сказала, что со смертью Кэролы Энфлэг она никогда не будет в порядке Говоря с космополитической Великобританией, Лаура признала, что самоубийство подруги в начале этого года, напугало меня, поскольку она всегда думала о телезвезде как, столь решительной Лора заменила Кэролы Энфлэг в качестве ведущего на чрезвычайно популярном реалити-шоу ITV2, за несколько недель до того, как она покончила с собой в возрасте 40 лет, после того как служба уголовного преследования преследовала ее Говоря с космополитической Великобританией, Лора сказала о внезапной смерти своего друга, это никогда не будет хорошо и никогда не будет правильно Это меня напугало Она была такой волевой и злой, и я помню, как думал, боже, я бы хотел быть таким же сильным, как она Я чувствовал, что если бы люди говорили что-то, это не беспокоило бы ее Но, очевидно, это произошло потому, что все люди Я не хочу спекулировать причинами, потому что никто никогда не узнает Но, это меня напугало Лора приняла роль хозяина Острова Любви для первой зимней серии шоу, которая началась в январе, всего через несколько недель после того, как Кэролой было предъявлено обвинение в нападении на ее парня Льюиса Бертона в ее лондонском доме Бывшая ведущая MTV Лаура, чей парень Энн Стерлинг рассказывает о Острове Любви, призналась, что неохотно соглашалась на эту работу, объясняя Я люблю делать прямые трансляции Я работал с большей частью съемочной группы, делая, я знаменитость, и MTV, так что мне было очень комфортно Шоу было самым простым Это было все, с чем я не мог справиться Когда мне позвонили, мне сказали, мне нужно поговорить с Эйном, мне нужно поговорить с Кэролой Это странно, потому что вы думаете, что вы должны просто прыгнуть на него Очевидно, ты рад, что ITV доверяет тебе сделать такое большое шоу, но твой друг тоже переживает ад Кэролой отправила мне сообщение первой, чтобы сказать, надеюсь, ты получишь, что было действительно приятно Вы говорите, а, да, я должен это сделать, но нет, я не хочу этого делать Это был действительно странный способ получить работу Лаура провела интервью с Казма Прлитран, когда изолировалась от шотландского комика Яна, 32 лет, с которым она недавно обручилась, на фоне блокировки коронавирусом Она сказала, что этот опыт заставил ее осознать, насколько сильны их отношения, объяснив, сейчас в доме только Эйн, я и собака в доме, и, Эйн, это нравится, потому что он ест макароны и играет в компьютерные игры Он живет своей студенческой жизнью Я думал, что мы сведем друг друга с ума Это действительно помогает мне думать, на самом деле, это хорошие отношения Мы нравимся друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok